Термоядерный приветик, товарищи метростроевцы, с нами товарищи атомные, это я, и мини-метро, это вот эта игрушка. Начинаем в неё играть, и я надеюсь, у ни у кого из вас нету никакого стокгольмского синдрома. Вы не хотите жениться или выйти замуж за террористов, которые брали вас в заложник, или террористок, не знаю. Хотя, судя по обычным ситуациям, то террористок, конечно, все больше любят. 8 недель нужно в Стокгольме продержаться, и 500 пассажиров. Посмотрим, как это у нас получится. Поехали. Потому что, в отличие от Великой Секи, здесь нету этих самых сиськансенов. Как-то так. Что можно рассказать вам про Стокгольм? Ну, то, что кроме синдрома, здесь находятся очень много художественных станций. Большая часть, около 80, выполнены, ну, то есть, они видоизменены различными художниками и скульпторами, архитекторами. Это называют, как самая большая подземная арт-галерея, это метро называют. Ну, и достаточно известные фотографии есть про то, как выглядит это метро. Там такие, как бы, подземные пещеры раскрашены, есть такие станции. Но, как и у нас в Стокгольмском метро, есть банальные такие, очень серые станции, да, просто кафелем обложены, и все, ничего там особенного нет. Такие тоже есть. В целом, внешний вид, хотя там вроде модели как-то по-своему называются, этого метро, но вот у меня слаживается острое впечатление, что Стокгольмское метро делали на основе наших советских вагонов и наших советских технологий. Уж слишком уж оно похоже, да, не считая вот эти художественные станции в форме пещер, вот, в которых, наверное, мамонтов надо ловить как-то так. В общем-то, 100 станций метро в Стокгольме, из которых 52 находятся под землей, а остальные на земле или даже над землей. То есть, в Стокгольме есть первые в мире летающие станции. Станции метро 3, ой, вернее, не станции метро, а веток метрополитена 3. Вот это вот проблема. Каким образом это проводить без дополнительных вагонов? Ну, давайте подождем, что у нас сейчас будет. Локомотив и тоннельчики. Хорошо. Давай, значит, красное пойдет сюда. Знаете, как еще красное пойдет? Красное пойдет вот так сюда. Снова не хватает тоннелей, да? Нет. Все-таки не могу я красное упускать по этому направлению, только вот так вот. Ну, давай, она соединена? Надеюсь, да? Или не соединена с этой? Вот непонятно, соединена она с этой станцией или нет. Так, пауза. Здесь отключаем все. Ведем вот так вот. Есть. И вот так вот. Хорошо. Все. Самое неприятное в Стокгольме, это большое количество островов. Которые непонятно, как переходят друг к другу. Поэтому я не знаю, смогу ли я выполнить задачу 500 этих самых. Провести пассажиров. Вот, допустим, как отсюда везти, да? А у меня уже нету. И переполнена-то станция, да? А, станция переполнена уже. Но зато всех этих самых треугольничков забирает, да? О, мост здесь не нужен. Локомотив. Локомотив. Хорошо. Линия или вагон? Ну, мне сейчас нужнее вагон. Давай вот это отключим. И вот так вот пойдем. Хорошо. Все, я думаю, все успеют. Поэтому давай зелененький сюда пой... Нет, не по синенькой ветке. Да зачем же ты поехал по синенькой? Кто тебя вообще звал по синенькой ветке? По зелененькой едь. Вот. Все. О, тут еще. Продолжение. Неудобненько. Скажу я вам. Реально неудобненько. Вагоны куда-то стоит добавлять? Пока не вижу. В этом смысл. Если что, можно зеленый сюда как-то соединить. Я бы вот это закрыл бы, а зеленый вот сюда бы повел бы. Вот. И на кольцевую попробовал бы зайти. Но для этого нужно больше тоннелей. Вот. Старые вагоны метро в Стокгольме такие же, как советские. Но только почему-то модель по-другому называется. Не знаю почему. Мне нужно еще больше тоннелей. Так. Посмотрим, что дальше будет. А новые уже, конечно, совершенно другого типа. Кстати, в конце 90-х годов... Вернее, в конце 80-х годов, на конец 90-х, в Советском Союзе разработали новую модель вагонов метрополитена, которые должны были массово все заменить. Но там уже не было разделения на раздельные вагоны. И все были соединены вместе. Вот это проблема. Так. Это проблема. Мне нужно что-то делать с мостами. Так. Это нужно, значит, отсоединять. Вот это тоже отсоединять. Вести вот так вот. Это единственный вариант. Потому что мне не хватает... ...этих самых... ...туннелей. У меня не получится никак провести по-другому. Ну да. Хотя, красный лучше вот так вот. Переподсоединить, чтобы по всем линиям было по квадратику. Это, конечно, неудобно, но по-другому никак. Очень много едет зелененьких. Так. О, на треугольничек. Вот так вот хорошо. Пересекаются с между собой немножко линии. В общем-то, если не видели, то стокгольмское метро. Забейте в поисковике, посмотрите. Очень красиво сделано. Действительно, красивые станции. У нас в СНГ тоже есть красивые станции. Ну и в Стокгольме. Вот это да. Там очень красиво сделано. Так, ну пока нормально. Так, я думаю, сюда вот еще один поездочек сейчас отправим. И вагончик ему сразу добавим. А как мне сюда? Ну, ждем пятница, да, ждем выходных и попробуем. Ну, вот так вот, разве что, да. Синяя ветка. Вот. Наверное, можно было бы уже проложить круговую, но пока не получается. На ромбик есть, да, но на ромбик только одна ветка ведет, к сожалению. Угу. Это весьма сложно. Воскресенье, давайте. Дадут тоннели или что мне дадут? Если дадут тоннели, я возьму. Улучшенная вместимость станции или вагон? Давай вагон. Возьмем и голубенькому добавим вагончика. Может даже строить их перестроить. Красный всех заберет. Тут не надо волноваться. На самом деле у меня есть переживания по поводу 420. Ну, 500 мы выполним задачу. Но восьмая неделя, возможно, это невозможно для нас. Возможно, невозможно, да. Сколько у нас мостов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь мостов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять мостов. Да, тут еще нужно как-то захватить. Ну, это квадратик сюда по-любому. Что-то нужно новое делать. Так, давай сюда еще один вагончик. Так, уже скапливается. По-моему, нужно все-таки перестраивать ветки метро. Но мне нужны еще хотя бы два тоннеля, и тогда можно перестроить. Да, я задачу-то выполнил, но на многое рассчитывать навряд ли придется. Перегружено метро. Просто серьезно перегружено. Суббота. Особенно вот эти станции. Хоть бери, соедини их вместе. Треугольничком. Кстати, там что-то еще появилось, а я так и не понял, что и где появилось. Какие-то металлические звуки слышите, да? Так. Еще один вагон. Все. Время разобрать все метро и перестроить его заново. Потому что это совсем никуда не годится. У меня очень мало каких-либо станций захватывается, редких. Не-не-не, не надо это. Давай, вот так. Давай, зелененькое сейчас пойдет. Вот так вот. А красненькое пойдет вот так вот. Отлично. Пока все меня устраивает. Красная линия должна быть фактически круговой. Так, здесь вот так вот она проскочит. Зелененькое давай вот так вот. Голубая вся вот так вот отключается. Сколько здесь мостов используется? Так, один мост вернули. Хорошо. Есть. Так, у нас какая здесь угол? Голубенькой не хватает, да, тоннеля какая? Ну, красненькое придется здесь соединить. Так, ну а тут что делать? У меня станция одна без возможности соединения. Вот там перенапряглись. Так, ну это нужно по-любому поезд сюда направлять. И вот так вот с вагоном. Все, пошел. Все, всех забрали, хорошо. Вторник. Знаешь, давай вот так вот. О! Все, соединены станции, да? Нет, давай вот так сюда наверх. Все. Мне бы, конечно, мост не помешал бы здесь вот эти соединить, да? Это было бы удобно, но... Ничего не поделаешь. Так, нужно еще один поезд запускать на красную ветку. Я прямо вижу, что на красную ветку не хватает поездов. С вагонами. Этот в эту сторону. Все, поехали. Переполняется. Вот на синей ветке действительно нужно ли столько вагонов? Не знаю, наверное. Ну, пока без туннелей лучше я не могу ничего сделать. Вот это очень быстро переполняется. Есть какие-то станции, которые прямо супер загружаются. Ну, только так. Круговая линия по-другому невозможна. Ускоряемся. 718. Тут, конечно, можно проиграть в любой момент. Красная линия все шире. Ну, тут либо новую ветку нужны, но лучше, конечно же, проходы. Туннели. Если тоннели появятся, то можно значительно улучшить. Соединение. Так. Сюда идет. Локомотивную. Блин, вагон. Нет, ну это... Это плохо. Что мне с вагонами-то делать? Вагоны многое не дадут. Давай сюда, поезд. Пошел чуть-чуть. На зеленую ветку. Ну, здесь вот так вот. Давай вот сюда еще один вагончик. Переподсоединим. Красная ветка самая нагруженная. Вот тут вот мостик переехать, да? Было бы очень удобно. Среда. Прям было бы суперудобно. Пока не вижу затыков. До тысячи мы доберемся, да? Не, ну вот так вот. Треугольник вот этот сюда тоже. Пускай едет. Не, вот так вот я переподключу. Все нормально. Суббота. Ну, все нормально, в принципе. Благодаря круговой ветке. Вот еще одна оригинальная станция у нас будет. Если бы мост был хотя бы еще один, получилось бы соединить вот уникальные станции и еще один способ доставки. А у меня нету тоннелей. Просто нету тоннелей и все. Так. Не, не, не. Вагончик еще один сюда пошел. У меня именно красные перегружаются, да? Пошел, пошел сюда. Не, ну поехал, поехал, давай. Не больше четырех поездов, ясно. То есть действительно только вагоны можно добавлять. Ну что ж, на зеленую ветку еще поехали. Красные, конечно, видно, как прямо очень сильно забиваются. А как я могу? Я никуда не могу убрать из этой ветки людей. Вот, если сейчас, сейчас все. Все закончено. 1200 человек, да, перевез. Давай сюда. Бегом. Успеет? Ну, забрал, забрал, забрал. Еле-еле разгрузил. Если бы я не перенес этот поезд, то было бы все плохо. А че он застрял? Че он не двигается? Все, поехал. Кстати, треугольнички хорошо развез. Очень хорошо треугольнички развез. Пятница. Пятница. А вот это переполнено. Меню. Смотрим статистику. А что на Монреаль нужно? Наберите очки 500 в городе Ленинград. Понятно. В Монреале. Ага. Стокгольмский синдром. Ну да, 8 недель не менее одной станции соединенной со всеми линиями. Ага. То есть должна была одна быть станция соединенной со всеми линиями. Извините. Не получилось. Вот. Получилось все как получилось. А что у нас на Санкт-Петербурге? На Ленинград? 500 пассажиров. И 1500 используют только тоннель. Только на одной линии. Ясно. У нас одна, скорее всего, круговая будет. Вот так вот. Ну что, товарищи Медростроицы, стрелава труду и обороне. Продолжаем дальше.